Всем привет! Это Вероника. Очень рада видеть вас у себя на канале. Появилось свободное время, и я решила пополнить свою рубрику «Как жить», потому что я ее очень люблю, вы ее очень любите. И я уже тысячу раз оправдывалась на эту тему, но почему-то вот такие простые болтушечные видео, все как-то мне их не с руки снять. Но я сегодня решила немножко поговорить вместе с вами на такую тему, как новогоднее настроение. А точнее, как жить, если нет новогоднего настроения. Я думаю, мы сейчас все с вами погружены в мир соцсетей. Листаешь-листаешь ленты. И знаете, люди прям как-то делятся на два таких лагеря. У одних уже куча новогодних фотосессий, куча новогоднего настроения. Я не знаю, там куча каких-то идей. Они там делятся идеями подарков. Они там уже говорят, вот, мы уже купили билеты, мы уже будем здесь, мы уже будем там. Мы уже запланировали одно, второе, третье. А вторые выкладывают такие, знаете, какие-то грустно-печальные фотографии на тему того, что нет новогоднего настроения, серость, боль. Кстати, я не знаю, как в вашем городе, но в Москве фантастический декабрь. Весь декабрь. Погода примерно плюс 3, плюс 5 градусов. Все уже переобулись в зимнюю резину, кто автолюбитель. Поэтому все ездят, шуршат шипами. И при этом, как бы, вот, просто один сплошной плюс. Даже ночью иногда температура не падает ниже. И я помню, что раньше, когда... Я раньше ненавидела ноябрь, я раньше ненавидела начало декабря. Потому что я очень не любила вот это время, когда нет снега. Потому что вот, ну, где снег, где новогоднее настроение. Но, честно говоря, стоило мне побывать в Берлине и в Париже. И я стала понимать, что это такой кайф. Бесснежная зима. В общем, я в полнейшем восторге. И мне очень нравится погода за окном. Единственное, что меня смущает, это, конечно, отсутствие солнца. Потому что я солнцезависимый человек. И если нет солнышка, я начинаю грустить, печалиться. Но вот какие-то внутренние мои резервы в этот раз просто в полнейшем восторге. К чему этот разговор про снег? Этот разговор про снег относится к теме того, что нет новогоднего настроения. Вот каким образом. Новогоднее настроение и чувство ожидания праздника, ожидания этого Нового года. Это исключительно ваше собственное решение. Если вы считаете, если вы вовне, в люди, как говорится, выдвигаете идею о том, что у вас нет новогоднего настроения, вы не хотите Новый год и так далее, это вы сами так решили. Поэтому, пожалуйста, перестаньте быть жертвой, перестаньте страдать. Если у вас нет чувства Нового года, это значит, вы сами так захотели. Это первое. Второе. Вообще я хочу сказать, что нет новогоднего настроения. Ну и что, собственно? Если посмотреть на Новый год с точки зрения зрелого человека, Новый год – это просто день, когда один год сменяется другим. И то мы, в принципе, до конца-то и не уверены, что есть время, как оно идёт и как оно вообще правильно должно исчисляться. Поэтому, что есть Новый год, знаете, как бы это очень всё абстрактно. Поэтому, ну, нет новогоднего настроения. Ну и что? Может быть, вы сейчас находитесь именно в той стадии такой вот какого-то отношения к миру, когда Новый год для вас – это ничто. Да и пускай. Ну и не надо. Попробуйте один Новый год в своей жизни провести без чего-то традиционного. Попробуйте просто лечь спать. Попробуйте не готовиться. Попробуйте как бы… Ну, то есть попробуйте, если вы хотите получить новогоднее настроение, покопайтесь в себе, подумайте, почему у вас этого настроения нет. Если вы поймёте, что вот, ну, как бы, в принципе, всё окей, у вас нет какой-то скрытой депрессии, у вас нет каких-то скрытых проблем по жизни, ну, просто нет этого новогоднего настроения, ну, и чёрт с ним, чёрт с ним. Ну, как бы, это просто ёлка, это тоже просто ёлка, ну, и как бы окей, нет новогоднего настроения, собственно, как бы и ладно. Если же вы всё-таки хотите получить это новогоднее настроение и как-то вот вы не понимаете, почему у вас его нет, то я думаю, что действительно вам стоит начать с того, чтобы подумать, а почему так сложилось. Может быть, у вас какие-то проблемы в жизни, может быть, у вас проблемы в отношениях, может быть, у вас проблемы с тем, что вы ожидали от жизни чего-то одного, а всё происходит немножко не так, то есть вы оцениваете жизнь свою и близлежащих ваших людей с точки зрения ваших ожиданий, а не с точки зрения того, что происходит на самом деле. Это тоже очень важно, поэтому покопайтесь в себе, прям, не знаю, выключите свет, включите гирлянду и вот в темноте под какие-то красивые огоньки подумайте, почему, почему у вас нет новогоднего настроения, Почему вы так не хотите окунуться в эту круговерть счастливого ожидания, выбора подарков близким и себе, почему вы не хотите как-то нарезать классические салаты оливье или приготовить какую-нибудь там, не знаю, фантастическую утку, Или купить килограмм красной икры и впасть в час ночи в углеводную белковую кому поглощая, не знаю, 25-й бутерброд с красной икрой, подумайте, напишите на бумаге, и тогда, может быть, вы поймёте, почему вот так сложилось, почему у вас нет этого ощущения. Я тут немножко подглядываю, потому что перед съёмкой этого видео, сколько оно там уже идёт, уже очень долго, я так набросала себе небольшой список, ну, из каких-то первых идей, которые мне пришли в голову, Поэтому, если вы всё-таки хотите получить это новогоднее настроение, я вам очень рекомендую постараться устроить Новый год не для себя, не для своей жопы, а для кого-то другого. В этом плане очень выручают дети и старики, а с появлением ребёнка в жизни у большинства людей снова просыпается чувство Нового года, потому что рядом с вами находится супермаленький человек с распахнутыми глазами, который верит в это, блин, волшебство, которому безумно нравятся эти ёлки, он её видит в первый или во второй раз в жизни, для него, для этого маленького человечка всё очень-очень важно, всё очень-очень ценно, И поэтому, когда вы ради своего ребёнка хотите сделать праздник, у вас автоматом где-то на заднем фоне, даже несмотря на трудности, на то, что вы стоите над какой-то игрушкой и думаете, боже мой, эта игрушка стоит пол моей зарплаты, я не могу или могу себе это позволить, В общем-то, знаете, это такие-то мучения о сущности бытия и того, как всё дорого в этом мире, несмотря на все эти проблемы, у вас всё равно автоматически появляется чувство вот этого праздника, потому что вы что-то делаете, там, скажем, для своего ребёнка. Если у вас нет ребёнка, сделайте это для какого-нибудь вашего племянника, родственника и так далее, сделайте что-то новогоднее для вашего старшего какого-то родственника, потому что, когда у тебя есть мамы, папы, бабушки, дедушки, и когда они у тебя есть, кажется, что они будут жить вечно, и кажется, что этих новых годов ещё просто куча, но я вот, например, точно понимаю, что старики, они точно такие же, как дети, и для них вот этот вот праздник, это очень-очень-очень важно. И я, например, так как я до сих пор как-то не могу до конца принять уход моей бабушки, я не могу сказать, что я каждый день прям плачу о ней, прям переживаю, не каждый день каюсь, но когда вспоминаю, я всё время вспоминаю кучу каких-то положительных моментов, я вспоминаю, как мы там готовились к Новому году, как мы поздравляли, как мы обменивались подарками, и если бы у меня сейчас была возможность сделать что-то для бабушки, я бы это сделала просто в первых рядах, но у нас, слава богу, пока ещё есть дедушка, поэтому точно, ну как бы, как дедушка, да, мой дедушка, я уже просто всем родственникам дала новые, скажем так, характеристики, то есть мой папа, это теперь дедушка, там моя мама, это теперь бабушка, поэтому постарайтесь сделать что-то классное новогоднее для своих взрослых родственников, вы сделайте что-то классное и для них, и для себя на самом деле тоже, вот эти какие-то тёплые фотографии, вы их будете пересматривать, наслаждаться, и даже если сейчас вам кажется, что ваши старики, они какие-то супер странные, супер занудные и так далее, это всё фигня, наши любимые бабушки и дедушки, это очень-очень важная, тёплая часть нашей жизни, поэтому постарайтесь сделать Новый год или для ребёнка, или для какого-то родственника, ну в общем, это просто совсем классно, потому что советовать вам сделать классный Новый год для вашего мужа, или парня, или подруги, но это немножко не так сильно вас раскачает в эмоциональном плане, а вот дети и старики, это реально классно. Из таких банальных вещей попробуйте пересмотреть какие-то новогодние фильмы, классика жанра, это конечно же, не знаю, там «Один дома», «Реальная любовь». «Реальная любовь» это фантастический фильм, который я пыталась смотреть раз десять и каждый раз бросала, но потом случилась какая-то ночь на ТНТ, все телеканалы вырубились, остались одно ТНТ, и там начался фильм «Реальная любовь». Я его посмотрела с начала до конца, и я поняла, что это просто самый гениальный фильм о Новом годе, об этом ощущении счастья, и мне кажется, как раз-таки вот на фильме «Реальная любовь» построился блокбастер просто российского кинопроизводства, это фильм «Ёлки». Фильм «Ёлки» это очень странная для меня история, потому что когда я смотрела фильм «Ёлки» в первый раз, у меня дергался глаз, я говорила, да что это за жуткая игра актеров, да что это за тупые ситуации, да что это за просто идиотизм. Мне кажется, я «Ёлки» посмотрела в первый раз, когда уже вышло как минимум три фильма о «Ёлках». В итоге я посмотрела первый фильм, второй фильм я уже была готова к жуткой игре актеров, поэтому я уже не так серьезно к ним относилась, потом я посмотрела третий, четвертый и какие-то еще, и теперь я понимаю, что вот эта вот глупая, наивная, фантастическая история людей, которые встречают Новый год с озвучкой Хабенского, в любой момент года поднимает во мне чувство вот этого Нового года. Мне кажется, вот та такая небольшая глупость и наивность, с которой снят этот фильм, это как раз-таки и есть то чувство Нового года, за которым многие из нас пытаются бежать, пытаются искать его и никак не находят, потому что Новый год – это такая глупая вера в то, что все будет классно. А если ты такой уже серьезный человек с тремя ипотеками, кредитами, мужами и двумя детьми, то ты понимаешь, что как бы все зависит только от тебя в этой жизни, и как бы чудо никто не совершит, но на самом деле чудеса иногда случаются, и поэтому если вы совсем потеряли веру в чудо, мне за вас очень-очень грустно, потому что что-то чудесное и волшебное всегда в нашей жизни случается, если мы того на самом деле искренне ждем. Какие еще, не знаю, способы? Фильмы обсудили, да, посмотрите какие-то классные новогодние фильмы. Не знаю, не буду уж вам советовать смотреть «Иронию судьбы» с легким паром. Я, конечно, выросла на этом фильме, ни один таз Оливье нарезан под лейтмотив «Если у вас нету тети», но сейчас как-то к этим фильмам, знаете, сейчас такая некая ненависть пошла к этим классическим фильмам, типа там «Ирония судьбы», «Служебный роман» и все остальное. Потому что, типа, там такие наивные глупые герои, которые, ну, бла-бла-бла, ну, блин, как без глупых героев в кино. Следующее, что можно поделать, конечно же, это подарки. Подготовьте подарки для себя, потому что вы у себя самый главный человек, как бы эгоистически это ни звучало, вы у себя самый главный человек. Поэтому, если вы хотели купить третий, пятый или первый свитер в своей жизни в этом году, если у вас мало денег, если у вас много денег, и вы уже просто стараетесь ограничивать себя от покупок, разрешите себе что-то, что вы хотели. Может быть, это будет вещь, может быть, это будет какая-то поездка, это будет какой-то мастер-класс. Ну, в общем, что-то такое, что уже вписывается в некий такой элемент роскоши лично для вашей жизни. Повторюсь, у нас страна очень многогранная. Для кого-то роскошь – это банка икры, для кого-то роскошь – это поездка на Мальдивы, да. То есть, вот выберите в рамках своего бюджета, что такое роскошное, исполните это. Поищите подарки для своих любимых родственников, для детей, для мам, для пап, поугадывайте, попредставляйте, что бы им хотелось. Не знаю, ну, короче, вот организуйте что-то такое. Купите какую-нибудь дешевую оберточную бумагу, запаковывайте все эти подарки, надписывайте, на заднем фоне у вас должен долбить там как бы вот джингл-беллс, и, может быть, в какой-то степени вам это поможет родить то самое чувство Нового года. Подумайте о новогоднем столе, составьте список покупок. Может быть, вы хотите составить классический российский новогодний стол с оливье, холодцом, картошкой, жареной, не знаю, курицей, там, чем-то еще. Может быть, вы наоборот хотите сделать какой-то один салат. Может быть, вы сторонник ЗОЖ Нового года, типа там новогодний кефир. Но в любом случае, вот что бы ни оказалось в Новый год у вас на столе, это все можно как-то позитивно приукрасить. Вот поверьте, даже если вот мне на новогодний стол поставить один стакан с кефиром, я все равно воспрямую это как-то позитивно. Ну, просто потому что у меня жизнь такая, я человек такой, я всегда стараюсь находить что-то позитивное. Ну и вообще, на самом деле, я хорошо живу. Я не знаю, сейчас вот этот тренд на то, что счастье любит тишину, я уж как бы на всех углах о своем счастье не рассказываю, брызгами счастья я там на всех не сыплю, но я в душе живу очень счастливо. Поэтому даже если на новогодний стол мне поставить один сплошной кефир, я искренне этому посмеюсь и еще запилю кучу сториз на эту тему, что еще раз говорит о том, что все, что с вами не происходит, происходит не с вами, а для вас. Тони Робинсон, там все такое, как бы форум-синергия. Поэтому позитивней, позитивней. На самом деле, вот то, что я поняла в 31 год, практически, практически любое говно в вашей жизни можно запихнуть в позитивную обертку при должном уровне оптимизма. Вынужденный оптимизм, это мое любимое вообще качество по жизни. Поэтому, сори, мой насморк, это какая-то жизнь. В общем, вы поняли, к любой вещи можно отнестись позитивно. Не знаю, наряд себе выберите, что-нибудь придумайте классное, подумайте о новогоднем каком-то своем образе, макияже, там, не знаю, корпоративе и так далее. Еще, что вам может помочь, мне кажется, получить новогоднее настроение, это подвести некие итоги года. Но опять-таки, подводить итоги года нужно строго, с вынужденным оптимизмом. Пожалуйста, не надо, вот там сейчас типа, вот, у меня все плохо, на работе отстой, работу ненавижу, мужа ненавижу, дети у меня дурацкие, свекровь моя, это вообще просто мега-атас, как она попала в мою жизнь, ненавижу ее, мама моя тоже меня не понимает, папа мой. Давайте выдохнем, заведите себе просто, блин, дневник благодарности. Каждый божий день можно найти что-то хорошее в своей жизни. Я знаю, что на свете очень много бед, очень много проблем. Болеют детки, болеют сами люди, бывают какие-то адские финансовые проблемы. Но мне кажется, из любой ситуации есть выход, если в душе есть какое-то смирение, успокоение, и вот этот вот тот самый позитив, такой, пускай он вынужденный позитив, но он есть. Поэтому постарайтесь подвести какие-то итоги года, но в этих итогах года, пожалуйста, не забудьте себя очень сильно похвалить. Похвалите себя за то, что вы живы, похвалите себя за то, что вы работаете, за то, что вы как-то развиваетесь. Если вы, не знаю, за все, просто за все, за то, что вы каждый вечер снимаете макияж с лица. И за это себя тоже можно похвалить, за то, что вы вовремя платите кварплату, за то, что вы вовремя вносите платежи за ипотеку или за кредит. Вот все, что вы делаете, вы записывайте, пожалуйста, вот в некий позитив, придумайте какие-то планы на следующий год, составьте плакат желаний, составьте карту желаний, запишите просто желания, запишите путешествия, запишите, не знаю, какие-то активности, обучения, все что угодно, ну, просто посидите, опять-таки, в такой полутемной комнате с какими-то огоньками, свечками, позитивной музыкой, подумайте о том, что вообще в вашей жизни происходит, ну, и последний такой, наверное, совет, я хочу вам просто сказать, ребят, просто расслабьтесь, ну, серьезно, как завещал барон Мюнхгаузен, все, как бы, самые глупые вещи в нашей жизни делаются с серьезным лицом, просто расслабьтесь, повторюсь, нет ощущения нового года, не хотите вы себя ломать и мучить, да и насрите, ну, нету, и окей, как бы, может быть, в следующем году появится, хотите что-то делать, делайте, как бы, если хочешь лететь, лети, если хочешь идти, иди, вот, как бы, что там, что там еще Киркоров пел, потому что какая-то важная фраза, только знай, что в конце пути ничего уже не вернуть, офигенная песня, можно как угодно относиться к Киркорову, но вот ее просто, знаете, я не люблю татуировки, ну, как не люблю, я когда к ним спокойно отношусь, ну, себе бы я татуировку не сделала, но вот эту песню прям можно набить себе татуировкой, если хочешь идти, иди, если хочешь забыть, забудь, вот, поэтому расслабьтесь и просто получайте удовольствие от жизни, ребят, жизнь одна, поэтому есть новогоднее настроение, нет новогоднего настроения, это все фигня полная, живите, дышите, наслаждайтесь жизнью, вы никогда не сможете ее повторить, каждый день, который вы проживаете, единственный неповторимый, иногда сложный, иногда со слезами, иногда с истерикой, иногда с диким весельем, с позитивом, иногда просто ровный, но это единственный неповторимый день в вашей жизни, поэтому, пожалуйста, наслаждайтесь ей и ведите себя так, как хочет того ваша душа в данный конкретный момент времени. Вот, девчонки, я пошла делать себе смузи из еловых веток и мандаринов, не знаю, чего еще, кстати, мандарины, если у вас нет пищевой аллергии, купите себе 2 кило мандаринов и просто съешьте их, как бы, ну, что еще делать? Имбирное печенье, имбирное печенье, сделайте себе чай черный и возьмите прям пачку имбирного печенья и съешьте его. Ну, короче, давайте, давайте, Новый год это классный праздник, все старое остается и ненужное в прошлом году, все новое, позитивное и радостное забираем с собой в год наступающий. Вот, люблю вас, целую и обнимаю, напишите, пожалуйста, свои рецепты получения новогоднего настроения, я уверена, что они у вас есть. Это была ваша Вероника, надеюсь, что после съемки, точнее, после просмотра этого видео, вы либо получите новогоднее настроение, либо не получите и скажете, да и хрен с ним, проживем как-нибудь без него. Целую и обнимаю, пока-пока!